Бюджет округа на 21-й и плановый период 22-23-го годов стал основной темой обсуждения на очередном собрании Совета депутатов. Какие статьи расходов станут основными в сюжете Анны Троян. Бюджет разрабатывался и достаточно непростых условиях. Во-первых, бюджет 21-го года безотационный. То есть мы не будем получать дополнительный доход в форме дотации из областного бюджета. На формирование бюджета городского округа на три ближайших года также повлияла всеобщая пандемия. Подход к бюджетированию скорректировали и, несмотря на все сложности, в главном финансовом документе Люберец учитываются все ранее запланированные и новые статьи расходов. Большее внимание основным направлениям. В проекте бюджета на три года предусмотрено более 1 миллиарда рублей на строительство социальных объектов. Будет завершено строительство пристройки в деревне Марусино с объемом финансирования 598 миллионов рублей. В 2022 году начнем строительство детского сада на 350 мест в Люберцах, это ЖК Люберецкий, с объемом финансирования 198 миллионов рублей. Почти 1 миллиард рублей в бюджете на развитие сфер культуры и спорта. Продолжится финансирование ремонта дорог, озеленение и благоустройство территории Люберец, а также программы «Комфортная городская среда». На долю программных расходов приходится 98,1% всех расходов. И на непрограммные расходы 1,9% от общих расходов. На муниципальную программу образования предусмотрены средства в сумме 6 миллиардов 713 миллионов рублей. Муниципальная программа социальной защиты населения предусмотрена средства в сумме 215 миллионов рублей. На заседании народные избранники Люберец утвердили проект бюджета, а также внесли ряд изменений, регламентирующие документы округа.